На сегодняшнем посяжении Абл-Ваканкама разглядели готовность региона до работы в осенне-зимовый период. Причем увагу надали не только организациям, а и некоторым галинам экономики. Загученная информация ознайомились наши корреспонденты. Пытания подрыхтоки до осенне-зимового периода на парадку дня Абл-Ваканкама можно лишить традиционным. Иншая справа, что селета ответная работа проводилась в больше складанных финансовых умовах. Значные сроки были оттягнуты на борьбу с коронавирусом. Тем не менее, заработать отримался шмат. У селяким выпадку уже до 17-го вересня пашпарты готовности имели усе тепловые крыницы. Гэта лепший показчик у Беларуси. Все объекты подготовлены к отопительному сезону. Единственное, что может не удалось, чуть в меньшей степени удалось произвести какие-то модернизации, замены устаревшего оборудования в таком направлении. А так весь комплекс запланированных работ либо закончен, либо находится на окончательных стадиях завершения. Сирот принятых дорученьев распросовка плана забеспечения населенства пятной водой у вынику неосправности системы водозабеспечения. До конца кастричника ответные распросовки усе районы повинны предоставить у областное управление Министерства по незвычайных ситуациях. А про шатого разглядаются техничные махчимости подключения у вынику необходности перасовных модульных котельняв до объектов социальной сферы. Особливая увага харшовой безопасности – аграрному сектору необходимо провести великую работу. Начинаючи от подрыхтовки малышно-товарных комплексов до зимового утримания живёлы, до нарыхтовки кормов у необходимых объёмах. У связи с несприяльными климатичными умовами у широкого районов возникли достатково значные проблемы. Воды не хапала навыто рослинам, які ранее проблем с её недохопом не имели. Меж тем проведены анализ свершиць. Ситуация не критичная. Первые черговые планы по нарыхтовцы кормов будут выполнены прикладно на 95%. У любом случае, в сравнении с минулым годом, это достаточно значный плюс. У кого с кормами проблемно, будут хозяйства, у которых корма уже, будем говорить так, достатки, то есть гнать туда свою технику и себе заготавливать там корма. То есть эта корма будет уже их, и остается только переброска. Но между собой они разберутся. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерга Панько, Телерадо, компания «Гомель».